224 года назад на свет появился гений классической мировой литературы Александр Пушкин. По сей день стихи и прозу его изучают не только в школе, но и в кабинетах ученых, пытаясь расшифровать, в чем магия его творчества. О стройке стихов помнят и любят люди всех возрастов. Просто сейчас надо вспомнить. А Пушкин, он очень хорошо запоминался. Ну, хотя бы даже я памятник себе не рукотворный. Возвью к себе не рукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Возьмет все выше он столп, главой непокорный Александрийского столпа. Полное чудное мгновение, передо мной явилось ли, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. У Кабурия дуб зеленый, золотая цепь на дубе тон. И днем и ночью год ученый, все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Есть, конечно, и исключения. Свет, давай. Из Пушкина что-нибудь. Сейчас мы загуглим. Ну, прям пару строк. Неужели не знаете ничего из Пушкина? Нет. Александра Пушкина часто называют основоположником современного русского литературного языка. Сколь нетрудны были его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей во всех уголках планеты. С его сказками дети знакомятся еще не научившись читать. Пушкинский день в России отмечают ежегодно во всех городах страны. Проходит множество культурных мероприятий, посвященных творчеству, поэту, литературе и русскому языку. Надо сказать, что в 2011 году президент России подписал указ номер 705 о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка.